И давайте это событие и визит Джоа Лозефа Байдена в Украину обсудим с главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Чубаров сейчас присоединяется к нашему эфиру. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Рифат, ну вот последнее сообщение от пресс-службы Белого дома. Байден уже покинул сейчас Киев, вероятно направляется в Польшу, а там не знаем. Настолько неожиданные эти все сюрпризы от президента Америки. Но наши украинцы удивляют своими юмором и несмотря на войну и тяжелую ситуацию в стране пишут о том, что следующий визит Байдена возможно состоится уже в Крым. Что думаете об этом? И вообще в целом как прокомментируете такое важное историческое событие, как приезд Джо Байдена и сигнал по сути всему миру, в том числе и Кремлю? Вообще сегодня такой очень замечательный, хотя и очень грустный, исходя из того, что в 2014 году именно 18-20 февраля здесь на Майдане незалежности были убиты большинство участников революции достоинства. Но сегодня 20 февраля, День Героев Небесной Сотни, сегодня начало российско-украинской войны. 20 февраля 2014 года Россия практически приступила к практическим действиям по вторжению, что завершилась оккупация Крыма и началом военных действий на Донбассе. И сегодня 20 февраля Киев, столицу Украины, противостоящей российской агрессии уже 9 лет, приезжает президент Соединенных Штатов Америки. И вот если все это объединить, то мы должны сказать спасибо Героям Небесной Сотни, участникам той революции 2014 года, то, что они тогда своим мужеством заложили последующую решительность украинского народа. И сегодня приезд Байдена означает максимальную консолидацию свободолюбивых народов вокруг поддержки Украины, вокруг поддержки мировой демократии и глобального мира. И только так я оцениваю сегодняшние события. Да, вы знаете, хочется добавить, вы сказали, вспомнили также Героев Небесной Сотни, для США тоже сегодня непростой день, как написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем твиттере, что нынешний понедельник это действительно день президентов. Этот день в США приходится на 3 понедельник февраля в память о 45 главнокомандующих Америки. Официальный праздник известен как день рождения Вашингтона и сегодня же в Киеве также день памяти Героев Небесной Сотни. И вот, по сути, такая встреча действительно двух главнокомандующих, она состоялась в нашей столице. Что ж, и о Крыме давайте говорить. Вот наше включение мы начали разговором о том, что звучало на территории Мюнхенской конференции по безопасности. Территориальных уступок врагу не будет, об этом шла речь, собственно, в Мюнхене. Что думаете о заявлениях МИДа Украины и позиции США в этом вопросе? Мне представляется, для нас очень важно уяснить главные итоги, которыми характеризуется Мюнхенская конференция по безопасности, только что завершившая свою работу. Первый итог это, опять же, я буду употреблять это слово, максимальная консолидация в оказании военной помощи Украине, в ее противодействии российской агрессии. Они будут детализировать в разных формах, об этом очень много говорилось. Тут и танки, тут и обучение пилотов для Ф-16 и многое другое. Вот таким образом военная помощь максимальная, полная дипломатическая и финансовая изоляция России. Мир принял вот это движение и будет его реализовывать. Россия окажется абсолютной изоляцией. И третье то, что Россия не будет на кого опираться теперь в дальнейшем, потому что мир с таким же своей решимостью будет пресекать авторитарные режимы в других государствах. Вот эти устоявшиеся уже направления международной политики говорят о том, что освобождение Крыма просто неизбежно, как само по себе неизбежно восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. И поэтому любые иные какие-то интерпретации, они как правило подтверждают вот такую решимость и позицию мира. И мы из этого исходим. И сегодняшний визит это как бы уже окончательная вот такая, ну даже не точка, а восклицательный знак вот на такой решимости и украинского государства, и всех наших партнеров. Знаете, Владимир Зеленский заявил, что вот визит Байдена, он изменит ситуацию на поле боя. И вот исходя из того, что нам дадут, это вот Байден анонсировал на пресс-конференции, США вместе со странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу арт-систем и более двух миллионов арт-снарядов. Да, сам по себе визит как очень важное явление, он конечно не способен изменить ход войны. Но результаты этого визита, и об этом уже Байден начал говорить в Киеве, и все то, что связано с поставкой вооружения, боеприпасов, это все создает абсолютные предпосылки для более успешных, но просто победных действий вооруженных сил Украины. И поэтому, конечно, этот вывод о том, что визит Байдена, президента Соединенных Штатов Америки в Киев, он открывает дорогу к победным действиям вооруженных сил Украины, этот вывод абсолютно правильный. Да, Рефат, и сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сказал, что этот визит Джозефа Байдена в Киев, это по сути четкий сигнал на болота, вас никто не боится. Но там уже сегодня истерика, была истерика и после заявлений, которые прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, была истерика после заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что все военные объекты, по сути, находящиеся на территории оккупированного Крыма, это законная цель вооруженных сил Украины, и их необходимо уничтожать. Дальше была странная реакция российских пропагандистов, которые, по сути, признали, что сейчас Крым настолько милитаризирован, и там так много этих военных объектов, что не знают, как быть с этими словами. Что думаете в целом о милитаризации полуострова за эти 9 лет? Ну, они действительно попытались все свои усилия направить на то, чтобы превратить Крым, как они говорили, в такую неприступную крепость. Они сознательно создавали такой военный форпост на юге. Я думаю, что здесь было очень много далеко идущих планов, многие из которых так и останутся их фантазиями. Я имею в виду усиление позиции России в Средиземноморском море, действия не только в Сирии, но и на территории других государств. Я думаю, что здесь они предполагали таким образом диктовать волю, в том числе и НАТО, поскольку на Черном море на сегодня три страны, члены НАТО, Турция, Болгария, Румыния. Но, видимо, уже недалек тот час, когда к ним добавится Украина. И поэтому Крым они просто напичкали современным своим оружием. Рифат, а что вы скажете о том, что большое количество боеприпасов они, по сути, сами признали, что располагали практически между жилых кварталов, места, где живут люди? Это ведь террористическая тактика, палестинская тактика. Они максимально, видимо, использовали ту инфраструктуру, которая оставалась еще со времен Советского Союза. Они ее восстановили, в том числе склады специальные. И действительно очень много боеприпасов хранится в черте населенных пунктов. И это особенно относится к Севастополю, поскольку там основные склады, связанные с Черноморским флотом России. Да. И давайте обсудим еще заявления. Сегодня на них, наверное, как-то по-иному уже смотришь. Заявление Бена Ходжеса. Он заявил, что у Украины есть шанс до конца лета освободить оккупированный Крым при условии, если Запад передаст ракеты дальнего радиуса действия. И сегодня уже многие международные агентства сообщали о том, что Владимир Зеленский с Джо Байденом в Киеве обсуждали непосредственно передачу дальнобойного оружия Украине. Что вы думаете о таких сроках и получит ли Украина это необходимое вооружение? Ну, детали, конечно, они все известны только лишь военным. И пусть они, как говорится, обеспечивают эти сроки. Но я с самим таким выводом согласен, поскольку именно далекобойная артиллерия, она поможет бить по основным целям, по основным военным объектам, благодаря которым Россия пока еще удерживает по своим контролям оккупированный ею Крым. Это военные корабли Черноморского плота, это мост через Керченский пролив, который является очень важной коммуникацией. И третье, это коридор между оккупированным Крымом и Донбассом украинским и выход на границу Российской Федерации. Вот эти три военных объекта, в случае их поражения Крым практически, как перезревшее такое яблоко, будет падать из рук российских оккупантов. Ну вот отличившимся, в кавычках, на войне против Украины росгвардейцам будут бесплатно предоставлять землю в Крыму. Вот такое распоряжение на прошлой неделе подписал Путин. И вот ранее глава Севастополя Гауляй Теразважаев пообещал участникам спецоперации до тысячи бесплатных земельных участков под жилищное строительство. Прокомментируйте, пожалуйста, кому они там еще собрались землю раздавать? Мы помним последние полтора-два года советской власти, когда мы возвращались в Крым, и как нас снова и снова выкидывали, говорили, что не хватает земли. И мы сейчас видим, как российская оккупационная власть разбрасывается нашей без всякого пафоса землей крымских татар. Мы предупредили всех Крыму, кто надеется таким образом, извините меня, разбогатеть, о том, что составление списков на получение земли – это не что иное, как реестр военных преступников. И если этим людям хочется оказаться в этом реестре, пусть они записываются на получение крымской земли. Они ее, если и получат, то не больше двух метров. Да, еще стоит, наверное, отметить, что в Крыму выделяют участки не только под жилищное строительство, но еще и под кладбище для оккупантов. Ну да, это потому что Крым является своеобразным хабом, не только в одну сторону. Отсюда поставляют боеприпасы, технику, которая прибывает, собственно, с территории России по мосту через Керченский пролив. И отсюда переправляют их в Херсонскую область, в Запорожскую оккупированные территории этих областей. Оттуда привозят тела убитых русских солдат, и часть из них хоронят Крыму. Рифат, давайте обсудим еще события с вами, которые происходят в Джанкойском районе. Там известно, что оккупанты по объявлениям сейчас набирают работников для благоустройства окопов. На обочинах лежат так называемые эти зубы дракона, оборонительные пирамидки. В Севастополе даже установили, говорят, системы противовоздушной обороны на крыше здания. Как бы вы прокомментировали всю эту странную деятельность на полуострове? Мне представляется, что это больше рассчитано на пропагандистских целей, чтобы успокоить жителей Крыма, особенно собственных сторонников. Тех, которые поддерживали и остаются сторонниками российских оккупантов. Поскольку мне трудно себе представить, хотя, опять же, военным это лучше знать, о том, что будет такое фронтальное наступление танками, машинами, военнослужащими по всему фронту. Я думаю, что здесь все-таки будут задействованы современные виды оружия. Но в то же время, вы абсолютно правы, многие паблики крымские, они заполнены объявлениями, где приглашают людей для работ по сооружению фортификационных укреплений. И, по-моему, там от трех тысяч рублей в день они обещают им платить. Ифан, ну и давайте еще поговорим с вами о имуществе украинцев в Крыму. Мы говорили уже только что о земле, но также стало известно, что под так называемую национализацию в Крыму попали уже 700 объектов украинской собственности. Украина работает сейчас над механизмом возвращения имущества после деоккупации Крыма. Процесс возвращения освобожденного Крыма в политическое, правовое и социально-экономическое и культурное поле Украины будет отличаться от Харьковского и Херсонского вариантов. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Вот вы уже начинали наш разговор и вспоминали о том, что по сути уже Крым находится под российской оккупацией 9 лет. За это время вы также говорили, что большое количество россиян заехало на полуостров, обживалось все эти годы. Существует ли сейчас некая программа разработки, о том, как этих россиян возвращать на их территории с нашей украинской земли? Сейчас обговариваются разные подходы и это уже хорошо. Было проведено совещание у вице-премьер-министра госпожи Ирины Верещук. Вот сегодня после обеденного времени мы встречаемся с членами жилиста Крымстарского народа в постоянном представительстве президента Украины в автономной республике Крым. Мы встречаемся с другими нашими партнерами и обсуждаем эти подходы. В любом случае наша позиция, она абсолютно проста и ясна. Все правовые действия, которые совершались недвижимостью, в том числе с землей в Крыму, с 27 февраля 2014 года, а это решение Европейского суда по правам человека, что Россия с этого дня контролирует ситуацию в Крыму, все эти действия юридически никчемны. И, соответственно, такое будет наше отношение, наша оценка и отсюда отношение к собственности или вновь построенным в Крыму, или к тем, кто недвижимой собственности, которая перемещалась из одного собственника в другое. Мы будем возвращаться к ситуации 2014 года. Рифат, спасибо вам большое за ваши комментарии, за то, что вместе с нами следите за всеми событиями в Украине и мире. И говорили об этом визите историческом Джо Байдена в Украину. Напомню нашим зрителям, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго.